КАНТ Мы тоже КАНТ обсуждаем давно. На самом деле я хотел, если честно, не совсем только на КАНТИСе, сравнить две этики, этику КАНТ и этику ГИГЕЛ. И при том попытаться изложить их в некоторой простой форме, потому что если следует текст, то это все-таки какие-то специфические термины, и требует каких-то остановок, детализации каждого отдельного термина. А это требует, соответственно, приведения цитат и прочее. И это, собственно, поэтому близкое к тексту изложение оно неинтересно. Можно попытаться изложить эти две этики в более простой форме, для того, чтобы можно было их обсудить в смысле их сущности. Начнем с этики КАНТО. Я не берусь за то, что я однозначно и во всей полноте смогу изложить эту этику, но тот смысл, который заложен в эту этику, в отличие от КАНТО, я думаю, что в ней удастся изложить. Но прежде всего, в чем суть этики КАНТО? У КАНТО получается, что самое главное для того, чтобы была возможна нравственность, необходимо сначала обосновать возможность свободы. И поэтому у него возникает рассуждение о том, как возможна автономная воля. Потому что, собственно, сама свобода этого некоторого рода понятия, а реализация этой свободы у нас – это некое представление об автономной воле, которое является порождающей причиной, причиной свободы в этом мире. Вообще говоря, согласно КАНТО, как бы это некая предпосылка его философствования, мир в смысле своих явлений полностью детермирует. И с точки зрения явлений никакой свободы невозможны. Для того, чтобы обосновать возможность такой автономной свободы, ему надо что сделать, согласно самому рассуждению КАНТО? Надо отбросить все условия, все, что обусловливает наше поведение. Наше поведение обусловливает все, что касается внутреннего обусловленно, связанного со склонностями, с побуждениями, и внешнее обусловленно связано с тем, что, в принципе, мы действуем в некотором детерминированном мире. Правильная идея состоит в том, что действительно нравственность может быть основана только на свободе, потому что только свободные поступки можно оценивать нравственностью. Потому что если, допустим, наша воля будет несвободной, то и поступки такой воли нельзя будет оценивать с точки зрения нравственности. Но у КАНТО получается, что вот эта автономная воля полностью отделяется от мира. Она полностью становится, как бы, априлом. Если так вот вы это используете сильным правом. Потому что другое состояние воли, когда воля вписана в мир, она называется литераномной, она не дает нам необходимой нравственности. И вот если мы, как бы, оказываемся теперь в ситуации автономной, такой отделенной от мира воли, как мы можем действовать? Здесь возникает континуя между тем, что с одной стороны мы должны быть свободны, а с другой стороны наша свобода должна иметь возможность реализации. Потому что если мы свободны внутри нашего мышления, то это еще не значит, что мы можем быть свободны в смысле нашего поведения. Потому что нам ведь важно, на самом деле, что мы можем поставить некоторую цель и их достигнуть. У Канта получается так, что если воля автономная, она отделена, то достигнуть своей цели она может... То есть как она может вписаться опять в мир? Для этого вот он, ему нужно три гипотезы. Это связано с тем, что, в принципе, такая свободная воля существует, что это не иллюзия. Во-вторых, это гипотеза о том, что, поскольку такое осуществление нашей воли, ну, мы конечные существа, они совершенные. Оно требует некого бесконечного прогресса, требуется, как бы, предположить гипотезу о вечности души. И третья гипотеза о том, что есть некоторого рода согласие, да, между миром природы и миром свободы. Что вот наше осуществление в прогрессе может достигнуть блага. Ну, то есть может достигнуть состояния, когда наши действия свободные, как бы, да, в итоге приведут к некой реализации блага. То есть у Канта, на самом деле, вот вся этика, она вот является такой долженствующей. То есть непонятно, на самом деле, в реальности, можем ли мы осуществить эту нашу автономную волю. Может, можем, может, нет, но это никак невозможно доказать. Это критики чистого разума как раз и доказывает, да, что вот эти вот все представления, вот все эти... Почему они гипотезы? Гипотезы о свободной воле, гипотезе о беспертии души, гипотезе о Боге. Почему гипотезами остаются? То есть потому что они не могут быть никак доказаны. То есть они остаются чистыми некими, некими его рода утверждениями, которые ничему не противоречат, но, тем не менее, никаким образом не могут быть доказаны. То есть и Кан полностью удерживается в состоянии того, что, если так обобщать, что вот воля остается автономной, как бы, и вот эта автономность ничем не может быть нарушена, да, и, как бы, и невозможно никак ее приводить к чему-либо. Но, тем не менее, ведь как-то нужно обосновать этику, да, откуда возникает этика? Этика возникает из того, что внутри сознания вот существует возможность сформулировать некоторую рода абстрактный принцип, да, который будет всеобщим принципом, согласно которому нужно действовать. Но этот всеобщий принцип – это вот категорический императив, который состоит в том, что мы должны действовать согласно таким максимумам, которые могли бы стать всеобщими законами, то есть всеобщим законодательством. Иначе говоря, этот закон, на самом деле, есть ничто иное, как своего рода закон за бред и противоречие только касающиеся сапаратической области. То есть если, как бы, я действую в этой мере, да, согласно каким-то максимумам, то я, если эти максимумы расширить на действия всех остальных людей, то не должно возникать никаких противоречий. То есть фактически это, как бы, даже не закон конкретно этики, а это закон, как бы, логики, да, но просто в практической сфере он так же касается и поступков. Ну и а какой еще можно было бы найти нравственный закон, да, в сфере чистого разума, то есть в сфере чистоты, как бы, нашего мышления? Никакого другого закона, кроме закона отсутствия противоречий, там быть не может. Но он, как бы, его обнаруживает и, собственно, применяя его в конкретике поступков и декларирует. И то есть, получается, мы должны в этом мире действовать так, чтобы, на самом деле, распространяя наш образ действий на всех людей, не возникало никаких противоречий. И вот это почему-то, как бы, называется нравственным действием. Вот, как бы, вот с этого рода этики, как бы, стартует Кант, это Гегель, и как Гегель критикует Канта. Прежде всего, на самом деле, у Канта же получается, что вся этика, когда является только некоторого рода желаемым, некоторого рода только долженствованием, без обоснования возможности ее реализации. То есть, мы, на самом деле, должны как-то действовать, не противоречивая в этом мире. А на самом деле, можем мы это сделать или нет, это никак не обосновано. И поэтому у Гегеля возникает различие между индивидуальным нравственностью, индивидуальным целеполаганием, да, индивидуальным долженствованием, и некоторого рода нравственной субстанцией, да, в которой индивид действует. Этой нравственной субстанцией как раз у Гегеля и называется дух. То есть, получается так, что нравственность уже каким-то образом осуществлена, да, это осуществлена в виде духа. Что такое дух? Дух – это нравственная жизнь народа. Это вот некая рода нравственная действительность. То есть, она как бы вот уже в каком-то виде присутствует, в которой присутствует, и индивид, собственно, уже действует в некоторого рода… Он уже с нуля начинает, да, свое нравственное действие. Он уже действует в некоторого рода обычаях, законах, там, государствах, которые уже существуют. И, собственно, вопрос состоит в том, как его личная воля сообразуется с тем, что уже есть в наличии, да, как она сообразуется с той действительностью, которая вокруг него, которая его окружает. И, фактически, нравственность состоит в том, чтобы сообразовать свою личную волю, да, свой эгоизм вот с этой всеобщей волей в виде духа. То есть, если мы как бы возвращаемся к Канту, у Канта получается так, что вообще у него нравственность, она какая-то субъективная, да, и она рассматривается тем способом, что отдельный индивид должен возвести свою нравственность в некую всеобщенность, причем всеобщенность абстрактная. А у Гегеля получается, что отдельный индивид должен сообразовать свою волю с всеобщей волей, но эта всеобщая воля, она реализована. То есть, и она вот эта всеобщая воля в виде духовности, да, вот, она представляет собой некую действительность, которая буквально наличие стоит, да. И, собственно, получается, что индивид просто должен воспринять в себя вот тот дух, который уже существует, некую нравственность народа, государства, в котором он живет, да, он должен просто сообразовать, как бы, вот, свои устремления с тем, что уже есть. Собственно, будучи, как бы, находясь вот в такого рода среде, он будет нравственным. То есть, на самом деле, у Гегеля получается, что, вот, если мы вспоминаем спинозу, что индивид отдельный, есть только часть некой всеобщей субстанции, да, вот, как у спиноза, да, вот, есть субстанция Бога, да, все остальное – это модусы этого Бога. И, собственно, человек тоже является просто определенного рода модусом. Так вот, у Гегеля тоже получается так, что отдельного рода индивид, он должен просто вписаться в некого рода субстанцию, субстанция уже наличествует в виде развернутой нравственной жизни народа, да, и вот он должен вписаться в эту жизнь народа, и осуществляю, как представитель народа этой жизни народа, он тем самым является нравственным. То есть, у Гегеля как бы нравственность становится, вот, реализация нравственности становится делом своего рода просто обычной жизни. Если человек просто ведет обыкновенную нравственную жизнь, которую ведет его народ, причем интересно, что получается так, что даже если индивид противопротивоставляет себя вот этой действительности, то он оказывается не нравственным. Даже если по каким-то другим понятиям его представление нравственности может быть выше, чем жизнь народа. Вот, например, я. Или вот этот пример, допустим, Иисус Христов. Да, вот он жил в неком иудейском обществе. И его нравственность была выше нравственности, это иудейского общества. В таком случае, но тем не менее, согласно Гегелю, он должен был бы по идее согласовать свою индивидуальную нравственность с жизнью иудеев, и жить этой жизнью. И живя этой жизнью, он был бы нравственным. Но он противопоставил некое своё понимание нравственности – Нравственности жизни иудийского народа. И тем самым, как бы с точки зрения иудийского народа был безнравственным. То есть он нарушил закон, он как бы потому и наказал. То есть вот здесь есть некое противоречие. У Гегеля, несмотря на то, что он постоянно говорит о развитии, у него как бы индивид, на самом деле, должен смириться с некой субстанцией. Потому что он не может прыгнуть выше своего времени, выше духа, которого наличие стоит. Он должен, на самом деле, покоиться в этом духу. Вот у него такая как бы возникает нравственная позиция пассивности. Потому что активность, на самом деле, активность или подвергание сомнению той нравственной жизни, которая существует, есть не что иное, как бы просто удаление от субстанции. И как бы и как удаление, собственно, от самой нравственности. Тут что интересно? Интересно получается, во-первых, что у Гегеля дух, это обязательно почему-то нравственная субстанция. То есть нравственная действительность, как он говорит, да? Что он почему-то, как бы, хотя он потом обсуждает искусство, обсуждает вроде как отдельную философию, у него все равно почему дух так и остается нравственной субстанцией. То есть, вообще говоря, когда мы обсуждали дух, да, у нас возникало это понятие Грегор, где дух был, в принципе, любым духом, да, там, духом, там, города, духом, там, какой-то религии, духом, там, не знаю, народа и так далее, духом местности. То есть, вообще говоря, слово дух является, на самом деле, более широким понятенем. Но вот у Гегеля это всегда нравственный дух. И понятно, на самом деле, почему так, потому что у него философия, она вот как бы философия тотальности, да, и ему нужно было возвести, как бы, вот, абсолютный дух, он должен, как бы, быть, оставаться единым. Потому что, в противном случае, он, как бы, распался на какие-то области отдельные. Второй разговор состоит в том, что вот как вот возникает отсюда этика Маркса, да, что вот возникло возникновение, как возможно, вообще говоря, революционность в таком обществе. Если, допустим, нравственность составила бы только в том, чтобы согласовать свою индивидуальную нравственность с нравственной жизнью народа, то есть с той нравственность, которая существует сейчас в обществе. Ну, как бы, у него получается так, что государство – это высшая форма существования народа, потому что это, как бы, является, своего рода самосознанием народа, да, там, не просто воплощенном. В кого он, Гегеля? Да. Воплощенном, как бы, в действительности. У него никаким образом революционность невозможна, она безнравственная. А вот Маркс как раз переворачивает философию Гегеля с той стороны, что он указывает на то, что отдельные индивиды могут подняться в своем нравственном развитии выше общества. И в виде, так сказать, более нравственного состояния общества могут, на самом деле, стремиться к тому, чтобы это общество даже имеет право, и, в том числе и нравственное, это общество переделает, да, чтобы создать более гуманное, более нравственное состояние общества. Может, такой вопрос можно? Но, с другой стороны, чтобы сравнить нравственность индивида и нравственность общества, нужно какое-то общее поле, так сказать, на нравственности. То есть, нужен какой-то критерий, чтобы сказать, что он выше? Нравственность индивида, согласись и брать Гегеля, она не может быть выше нравственности субстанции, потому что индивид составляет, как бы, часть субстанции. То есть дух, на самом деле, он является и всеобщим духом, и одновременно достигает в индивидуальности тоже самоосознание. То есть он и всеобщий одновременный дух, и индивидуальный дух. Это один и тот же дух. Просто он пронизывает все. Просто отдельный индивид может этого не понимать и уклоняться от всеобщести. Но в силу того, что он же эгоистический индивид, а у него есть какие-то свои внутренние побуждения и прочее. А если ты разрываешь индивидуальную нравственность, нравственность субстанциальную духовную, то ты тем самым декларируешь, что никакого духа нет. Что есть просто отдельные духи, люди, которые каким-то образом сообразовались и живут в какой-то реальности. Из каких критериев можно следовать, что нравственность какого-то конкретного индивида выше, чем нравственность общества? Из того критерия, что субстанция одна в духах. Она одна. Если она одна, то можно сообразоваться. На базе одной субстанции можно сравнивать. У него же фактически, на самом деле, реализация философии христианской. В христианской философии дух-то единый. Дух есть то, что объединяет всех людей. Стас, конечно, по-моему, спросить больше про Макса, чем про Гегель. Правильно? Да не важно. Но Макс, на самом деле, никакой философии, как я понимаю, именно касающейся вопросов таких фундаментальных, больше чем Гегель сказать ничего не сказал. Просто он некоторого рода тенденции, просто он поставил знак вопросов. Просто это очень интересно. Дух народа, он всегда благ или иногда он омезительный? У Гегеля дух народа всегда благ. Потому что это и есть осуществление... Абсолютного дух народа, который... Абсолютного духа. Этот дух народа иногда был чрезвычайно омезительным. Немножко позже, чем... Если вы вспомните и про философию, можно было бы спросить, а вот отдельного рода философии древней Грицы, это вся истина или, возможно, куда-то дальше двигаться? Собственно, у Гегеля, если какой бы вопрос ни взять, у него везде возникает проблема развития. То есть некоторого рода субстанция, она развивается и проходит определенного рода этапы. И на разных этих этапах форма, так сказать, истины, форма нравственности приобретает конкретность какую-то. Но она не является всей полном. Мы не тебя критикуем, мы Гегеля критикуем. Нет, я пытаюсь Гегель защищать свои сети Гегеля. Гегель есть. Очень просто, что фашистская Германия, что Гитлер это выражение отчаяния и народного духа фашистской Германии вовремя. Можно, конечно, говорить, что он ее изнасиловал, ничего подобного. Он просто выразил ее потребности, ее функции. Мы видим, что он выражал народный дух, но этот народный дух по любым критериям является чрезвычайно безнадостным. Не знаю, какие по любым критериям. Согласно Гегелю, если следовать его духу, то он является любой интерес вписан. Массовое уничтожение инакомыслящих, а также гонососуалистов, юриев, славян и кого-либо еще. Гриберов. Да, отводить его к нравственности. Тем не менее, это была воля духа. Вот сейчас точно так же у нас дух народа, он ясен. Его взяли, и видели, и показали. Взяли, и видели, и показали. Да нет, но тем не менее, при всем при этом, оно не кажется нравственным, как скажем. На самом деле, конечно, это уже как бы критика действительно Гегеля. Да, я говорю, я же не гибкую эту позицию. У Гегеля же в чем проблема? Проблема состоит в том, что субстанция одна. Понимаешь? Если внутри этой субстанции возникает такое явление, как фашизм, значит, дух так развивается, что фашизм оправдан. И зачем ты для развития духа нужен? Другое дело, что с какой-то внешней позиции мы еще не соглашаемся с тем, что то общество, которое создало фашизм, является нравственным. Мы с этим не соглашаемся. Да, это очень своеобразная получается нравственность. Потому что, ну, это означает, раз мы не соглашаемся, ну, вполне возможно, что дух нашего народа отличается от духа немецкого. Можно так выйти из этого затруднения. Но кажется, что не так, что выходить надо из этого затруднения как-то совсем иначе. И думать, что на самом деле, что бывает, когда народы впадают в полнейшее безумие. А, как правило, любой народ убезумен немножко. Любой народ, для того, чтобы стать народом, он обязательно имеет себе инотолику ксенофобии. Иногда большую, иногда магию. Значит, народы существуют без ксенофобии. А правда же? Просто здесь возникает... Знаешь, какая проблема? Вот проблема о том, насколько отдельный человек является суверенным. Насколько отдельный человек действительно может быть нравственным, придерживаться никакого рода своей какой-то нравственности. Есть просто конкретные психологические опыты. Да, там, их поставили там где-то в 60-х годах, там, и позже потом ставили. Ну, это так называемые психологические эксперименты по подчинению. Ну, например, один из вариантов этого эксперимента, это там, Стэдфордский тюремный эксперимент. Да, когда людей просто, студентов пригласили, а все равно обыкновенные студенты, как бы, да. Одних назначили насмотрщик, а других назначили этими заключенными. И через две недели, ну, там, не через две недели, там, буквально, там, даже через несколько дней, как бы, те, которые были заключенными, стали вести себя полностью как заключенные, хотя они были, вроде, там, находились, мягко говоря, в какой-то игре, да. Те, которые были насмотрщиками, они стали вести себя как насмотрщик. И кто их не заставлял? Просто сама логика вот ситуации, да, вот, сама вот привела их к тому, что они стали себя так вести. То есть, когда вопрос задается о том, насколько нравственность отдельного индивида может быть выше нравственности общества, а есть ли это там отдельные индивиды? Можно ли говорить такое с уверенной личностью, которая придерживается каких-то своих призывов? Потому что эти опыты показали, на самом деле, что вот такие индивиды, которые могут противопоставить себе коллективному, коллективности некоторые, и, как правило, очень мало. Вот в опыте, я покажу, просто проценты скажу, проценты того, что люди в подчинении, ну, допустим, там, ведь какие опыты ставились, там, вот, ставили установку, которая била электрическим током, да, и один, как бы, испытуемый сидел, как бы, подключенный к этому электрическому току, да, и в случае того, когда он ошибался, ну, там вопрос не был, его били электрическим током, и постепенно, как бы, повышали вольтаж, там, от 20 до 480. Так вот, за все это время, там, взялись, проверили 40 человек, и 40 человек только, там, сколько там, 80% дошли до конца, хотя это были совершенно обычные люди. Этих 40 человек набрали, по-моему, не из 2,5 тысячи претендентов, выбирали специально таких, у которых нет никаких психических отклонений, у которых нет приверженности какого-нибудь, там, азохизму, садизму и прочее. Все, значит, дошли до конца, так? Докторе давали из-за разряда 380, там, 480 вольт. А, то есть они теперь не просят уйти? Не, они теперь не уйти, а испытуемый сидел, подключенный, как бы, к электрическому току. Они думали? Если он ошибался, да, то ему врубали ток. Он там орал, там, когда уже достигали больших вольтажа, там, он кричал, отпустите меня, там, и прочее, прочее. Но его там, как бы, на самом деле не было, конечно, да? Там просто они думали, что он есть, но там... А, то есть, Паша, одних людей, а мучился другой, да? Да. Нет, смотри, фабула была такая. Вот этих отобранных людей, которые сидели за стеклом и просто нажимали кнопку, их, они на самом деле были объектом эксперимента. Но им самим рассказали следующую историю, что изучается воздействие, там, электрического тока на обучаемость, на память. Поэтому вы сидите и, значит, и выполняете простую работу испытуемому в комнате, который сидит один и вас не видит, никакого контакта, вы с ним не знакомы. Ему задается вопрос, он на него отвечает. Перед вами есть правильный ответ. Если он ошибается, вы нажимаете кнопку, и его бьет током. Постепенно, как бы, в силу тока напряжение увеличивалось. Их постоянно предупреждали, что вот в таком случае он уже испытывает сильную боль. А в таком-то это уже вредит его здоровью. И, несмотря на все эти предупреждения, несмотря на то, что люди, которые сидели за этим стеклом, они на самом деле ничего не испытывали, никакого разряда тока, они просто прикидывались. Но они прикидывались очень убедительно. Вот, там начинали умолять о пощаде, что не надо дяденька там и все такое прочее. И, несмотря на все, на это, что человек видит, что другой страдает. Несмотря на то, что его предупреждают, что следующий шаг будет смертельным. Вот сколько там, 80%? Ну, там, в том опыте, который ты рассказываешь, там, по-моему, 65, что ли, а в том, который... Ну, да, они доходили, доходили только назад. То есть они нажимали кнопку в последний раз, когда знали, что это уже будет смертельный разряд тока. Ну, ничего. Так это просто вопрос о чем говорит? Это говорит о том, на самом деле, что никаких вот внутренних наших убеждений, таких, на которых мы умеем, ну, как бы, если брать массовое, да, сознание, то есть если брать... Мы не умеем, на самом деле, противопоставлять свое мнение, мнению коллективу. Мы, на самом деле, склонны подчиняться коллективу, да, и подчиняться коллективу даже в том, что, как бы, нас заставляет делать зло. И мы, как бы, это зло делаем. Ну, как бы, даже вот есть такое еще, кстати, из истории, пример, да, вот, был такой 101 батальон немецкий, или землисток, который специально был набран, там, причем состоял он из людей, там, 38, типа, 42 года, отцы семей, там, и так далее, да, и специально набрали, чтобы уничтожить польское гетто. Ну, они в итоге, как бы, убили 38 тысяч поляков, там, уничтожили. Еще-то там еще сколько-то, 48 года там депортировали. Ну, факт состоит в том, что это вот обыкновенные люди, самые обыкновенные. Да, и они-то, причем, это должны были сделать чуть ли не за две недели, как-то очень быстро. Просто, как бы, это один из примеров того, что обыкновенные люди, они даже, когда им объяснили, что они должны делать, они там плакали, там, да, и не знали, что делать, как бы. Но в силу того, чтобы государство их, как бы, вот, мобилизовало, да, как бы, она обязала их выполнять некую функцию, как бы, они вот согласились с этим, понимаете, и вынуждены были, ну, представляете, там, там, это, убить 38 тысяч человек, там, мгновенные люди, не какие-то там специальные фашисты, там, садисты какие-то, там, эсэсовцы и вообще. То есть, на самом деле, мы склонны, вот, когда вот кто-то предъявляет претензии, что каждый, что я, вот, человек, индивид может противопоставить такую свою внутреннюю нравственность, нравственности общества, как коллектива, может ли? Не знаю, что опыт это, на самом деле, что не может. Ты говоришь не о том, ты опыт показывал. Если есть даже один, который, так сказать, может противопоставить, тогда вопрос, тогда получается, неверна позиция Генера, что нравственность это, так сказать, только дух, дух общества. Да, неверно. Нет, смотри, один человек, допустим, Иисус Христос, да, противопоставился, и это иудийскому обществу, ну, противопоставил, уничтожил, и, тем не менее, он оказался на высоте нравственности. Конечно, наверное, это возможно такое, но тем не менее. Но мы же говорим о, не о какой-то там героической нравственности, которая еще только потом выяснится, не является себя на сумасшествии. И всегда же можно сказать, что просто тот один, да, вот, как у нас в советском обществе было, просто сумасшедший, его надо просто в психушку отправить, и там, как бы, изолировать это общество. Это же вопрос, он другой, вот, с этими всеми экспериментами. А вот состоит, что да, действительно, общество, государство имеет способом принуждения. Потому что человек способен принуждения. Еще раз поймите, что он не просто способ принуждения. Это, на самом деле, в принципе, мы склонны подчиняться не к ворду системе. Даже без принуждения. Ну, из-за принуждения, ну, это же не орицательная возможности нравственности. Во всех этих опытов, на любой стаде, человек мог отказаться. И какие-то там ключи. И, тем не менее, психологические свойства, еще какие-то. Они точно так же, наверное, не давлюют. Давлюют, практически, в той же степени, если бы нам сказали, что нас пристрелят, после того, чтобы мы не выполнили приказ начальства. Это же тоже способ принуждения. Что способ принуждения не отрицает свободу и нравственности как таковую. Ну, да. Нет, он как раз, я-то ставлю вопрос о том, существует ли тот суверенный субъект, индивид, который обладает какой-то своей внутренней нравственностью. Я, в принципе, ставлю вопрос об этом. Да, еще ты хочешь сказать, что Гитлер отрицал свободу индивиду. Не отрицал? Я не говорил, что он. Ну, вот, разное. Я же сказал, что, как бы, для того, чтобы быть эффективным и действовать, да, и нравственным, мы должны сообразовать некую свою свою деятельность. Это да, потому что, что такое совесть или нравственная, там, законка в некоторых властишах, интерпретациях. Это совесть, это страх быть исключенным из своего общества. С общества. Поэтому совесть, она, как бы, есть и у всех животных. У лошадей, у собак, у кошек нет. Да, у собак есть. Еще раз. У любой социальной животины. Суть, когда можно учиться. Вы говорите о какой-то, якобы, существующем абсолютно нравственном измерении, которое на практике, на самом деле, люди не могут удержать. Не потому, что не хватает ума, а просто потому, что, когда возникает ситуация, люди отказываются от таких, якобы, очень высоких моральных чувств, чувств, там, или там, убеждений, прочее. Что все это, на самом деле, представляется, у иллюзию нету, которую навязывают. Это не важно. Пусть они хоть отказываются. Пусть он хоть за шоколадку отказывает. Не, послушай, а о чем это говорит? Я не говорю о том, что человек отдельно не может противопоставить себе коллективу. Я говорю просто о том, что, возможно, никакого суверена, который является носителем такой индивидуальной нравственности, просто нет. И то, что мы, на самом деле, говорим о таких суверенах, это есть своего рода юридические иллюзии. Пока мы живем благодушно, в неком комфортном состоянии, мы склонны учреждать такого индивиду. А когда дело доходит до дела, оказывается, что я такой же, как и все. Обратной стороной состоит в том, что зеки, собравшись вместе на зоне, установив некие законы, являются высоконравственным обществом. Нет, не об этом речь идет. Потому что, когда ты говоришь, что высоконравственное, есть абсолютное измерение нравственности? Вот они в абсолютном измерении нравственности. Нет, нет, послушай, перечку только... Взять и сказали, мы на руках. Послушай, вопрос о следующем состоит. Есть ли абсолютное измерение нравственности или нет? Если оно есть, конечно же, можно сравнивать нравственность коллектива зэков и нравственность коллектива монахов. Можно сравнивать. А если нет абсолютного измерения нравственности? Если нравственность, это всегда только по отношению к коллективу. Да, да, да. То тогда, получается, у нас не прав. Да, у нас своя властность, если у коллектива, то фашистское общество было одно из самых немецких, германских, высоконрастных, высокоморальных общества, всю историю человечества. Не высоконрастных и высокоморальных, а по отношению к той ситуации, которая была тогда в Германии, это было некое разумное устроение нравственности. Да. То есть, как у Гегеля, все разумно и действительное, все действительно и разумно. И не иначе никак. Если, как бы, общество пришло к тому, что в нем возобладал фашизм, значит оно почему-то было разумно. Но всегда же речь идет не о том, что нас так учили. Всех учили, но почему ты стал лучшим учеником, скотина? Еще раз говорю, твои все, как бы, вот такие норморализаторские вещи, я, на самом деле, тоже понимаю. Вот просто по факту, понимаешь, вот вопрос всегда… Вот меня интересует не просто нравственность абстрактная, о которой можно рассуждать. Вот у Канта такую абстрактную нравственность, формальную, о ней можно рассуждать, кровопросилы излагают. Ну а что с реализацией-то? А реализация, оказывается, у него невозможна. То есть требуется ли это бесконечной жизни, и много чего требуется. И непонятно, на самом деле, реализуется ли такая нравственность или нет. А я-то имею в виду, что вот, а как она реализуется? У Гегеля есть реализация? Вот нравственная жизнь народа. Понимаешь? А это некая реализация. А если ты видишь, как живет твой народ, живи вместе, научись, пойми это, и так же живи. Это некая реализация. А ты какую реализацию предлагаешь? Абстрактную какую-то реализацию? Долженствование? Чего? А как можно… Ведь долженствование – это не реализация, это только слова, это некие… Да. И предлагается не смотреть на народы, так называемые, а слушать своего сердца, что называется. Вот ты слушать приходишь… А в свое сердце, знаешь, вот подожди, вот опять же, у вас сейчас скану, а слушая свое сердце не получится ли, это – ты гетерономной волей будешь. То есть emotionally волей, которая не свободна. ГОВОРИТ ПО discarded us. Но которая на самом деле, определяется твоими склонностями и побуждениями. То есть ты на самом деле, не будешь свободным, индивидуем нравственности, а будешь постоянно влеком, какими-то своими там, желаниями, там, стремлениями, склонностями. Это разве будут нравственные идеи? Да и так будут влеком всегда. Нет. Не primera будто. Как раз так будут. На то мере, что я готов делать некие свободные поступки, я, м garantrator geocin. Гегель, кстати, в этом отношении хорошо сделан. У него говорится, что субъект, вот этот индивид, может быть влеком любыми идеями своими. Но он просто не может выпрыгнуть из себя, он все равно живет в неком роде действительности. И должен с ней сообразоваться, если хочешь быть эффективным. И поэтому, когда ты будешь действовать в неком роде общества, то общество не поправит. Если ты слишком будешь вести себя неправильно, тебе просто укажут, что ты ведешь себя неправильно. Коллектив укажет. Поэтому там реализация твоего произвола субъективного, она сразу обнаруживается. У Канта не так, на самом деле. У Канта, на самом деле, получается, что то, что ты говоришь, это просто не относится к страстности вообще. Потому что нравственность возможна, только когда ты осуществляешь моральный закон ради него самого. Вы тут вот с этого места и подробнее. Влад, я вот хотел задать несколько вопросов. То, как ты излагаешь Гигеля, мне кажется, что нравственность употребляется в смысле нравов. То есть, Христос почему был безнравственен? Потому что Он поступал поперек нравов современного Ему общества. Вот в обществе есть некоторые нравы. Что-то принято делать, что-то не принято делать. Разговаривать с самарянкой, например, совершенно не принято. Настолько не принято, что это прямо-таки тяжкий грех. Он разговаривает. Ну, три года так человек выюживался. Потом, понятное дело, чаша народного терпения была переполнена. И все. Получается, что нравственность в данном контексте употребляется просто как синоним нраву, а не как то, что сродни морали. Нет, ну у него же как бы есть, как везде же, у него вот эти всякие триады есть. У него есть сначала, как правильный, как нравы, да? Потом эти нравы достигают самосознание, и они там воплощаются в государство. То есть, как бы там некое движение есть. Я просто, чтобы вот в эти подробности не вдаваться, как бы вот так вот рассказываю, как это можно было бы изложить в таком неком упрощенном. Ну, там опять же движение есть. Есть три представления. Есть семья, есть общество, а есть государство. И между ними есть некого рода развития. Семья как бы в базе лежит, а вот как бы дух сначала действует в семье, потом достигает, как ты говоришь, нравов в обществе, а потом в самосознании, нравственности достигает государство. Ну, в общем, да. Да, это чисто техники. Я уже подозревал, да, что это как бы вопрос деталей, но мне вот более есть существенный вопрос. А скажи, пожалуйста, по твоему мнению, или по мнению там кого из сегодняшних твоих героев, Канта или Деггеля, у тебя есть три выбора сказать, скажи, пожалуйста, что значит быть свободным? Свободным, значит, можно сказать, от Канта, да, свободным? Или от меня тоже там. Свободным это означает быть причиной своих поступков. Так. Ну, в нравственном смысле не говорим, да? В свободном нравственном смысле я полагаю, являюсь причиной своих действий. Понятно. То есть я действую не потому, что есть какие-то другие причины, да, внешние, которые меня условуют, а я сам являюсь причиной, которой своих поступков. Совершенно верно. Совершенно верно. И только, то есть, когда я не поступаю таким образом, я не свободен. Просто по определению. Но у Деггеля, у Деггеля не так. У Деггеля свободным является, собственно, как бы не отдельный Дегг, наверное, а весь, только абсолютный Дух в целом. То есть, потому что все мы являемся частью субстанции. И свобода у него есть всегда осознанная необходимость. Всегда. То есть, как бы, ты, вот есть некоторая рода необходимость, некого рода долг, да, например, мой долг перед народом, да, я этот долг, если я им противлюсь, то меня этот долг тащит, а если я с ним соглашаюсь, то он меня ведет, да. То есть, свобода всегда, как основная. Нет, ну, в этом смысле он от Канта не сильно отличается. Он бы тоже сказал, вот как Кант говорит, да, если я подаю нищему, то вопрос, то он моральный поступок или нет, корениться только в чем? В том, насколько я свободен, подавая милостыню. Если я подаю милостыню, потому что я сострадателен от природы и не могу видеть протянутую руку, чтобы вот в нее что-нибудь не положить, то мой поступок неморален, говорит он, потому что я поддаюсь своим склонностям. А если я подаю милостыню, исключительно из уважения к моральному закону, только и исключительно из уважения, то в этом акте есть мой выбор, и только такое подаяние будет моральным поступком. То же самое у Егеля. Да, необходимость состоит в том, что надо подавать. Да, ну, Христос велел делиться, как говорится, в этом, в площадном христианстве, и все такое шочее, да. Есть такая заповедь, да, просящему дай все. Это есть некоторая вот необходимость, да, внешним образом навязанная субъекту. Но она только тогда становится, как бы, моральным его поступок, когда он ее осознает в качестве таковой и исполняет, а не просто исполняет и все, как животное. Вот в этом пункте просто нет. Так вот, если, и я с тобой совершенно согласен, с тобой и с Кантом, если свободен человек, человек свободен только тогда, когда он поступает свободно, это значит, что во всех остальных случаях он не свободен. И все эти замечательные психологические опыты, они, конечно, говорят многое о природе социума, но они говорят только следующее, что есть помимо законов физики, вот я не свободен выйти в окно, потому что я считаюсь законами физики. А эти все опыты, они открывают законы социума. И если я собираюсь свободно поступить, я должен эти законы иметь в виду. Да. И все. А то, что они есть, и они меня ко многому принуждают, так и как бы никто никогда не спорил. Подавляющую часть времени я не совершаю никакого поступка, то есть я не свободен. Я перехожу дорогу не свободным человеком, а животным или дикарем. Поэтому тут вообще этически никакой проблемы нет. Во всех этих опытах. Они ничего нам не говорят нового. Нет, может, нового они ничего не говорят, но просто они указывают на то, что есть некое представление о личности, о суверене таком, который сам может установить себе законы и прочее, что на самом деле такое представление, оно слишком как бы наивимо. Да. На самом деле, что таких суверенов, если они есть, то это скорее из области фантастики, чем из реальности. то в реальности, на самом деле, все мы конформисты. Просто по природе своей. Что мы не склонны противопоставлять свою волю, волю коллективу. Склонны, наоборот, соглашаться. Почему-то. Ну, как... По весьма уважительной причине я соглашаюсь с волей коллектива. Да, как законы физиковые тоже же... Да, я почему не выхожу... Я конформист по отношению к законам физики. Я не выхожу в это окно. Да. Да, просто конформист. Нет, ну отсюда... Меня гневану притягивает. Как отсюда и следует, что в чем-то гений, в чем-то право. Получается, что коллектив, индивид, на самом деле, живет в соответствии с некоторого рода историческим состоянием своего... Своего народа. Светлана физики не является проявлением свободы. И не является нравственным. Мы говорим о том, что такое свободное необходимость. Да, также исследование законов социума, его датарности, тоже не является нравственным и свободным действием. Нет, ну просто эти законы социума... Как вы понимаете, как и законы физики, они же не действуют неумолимо. Законы физики действуют неумолимо, законы социума неумолимо не действуют. Я их могу нарушать, может воспоследовать наказание, а может нет. Ну, как ракеты же преодолевают законы физики и улетают на ракеты. Ладно, ракеты это другое. Законы физики, они преодолевают. Просто законы... Нет, тот закон, что вот мог бы сидим... Один закон, другой закон преодолевает, а не так, что... Ну, наверное, то же самое так. Да, да, есть разница между законами физики и законами социума. Но, но, тем не менее, если я просто конформен по отношению к закону, это не означает, что я нравственен или безнравственен. Ничего не означает. Это означает, что я всего лишь конформен. Ну, правда... У вас нравственность тогда что получается? Просто отдельная нравственность всегда индивидуальна. У вас, да, получается так? Совершенно верно. Ну, так она же... Нравственность только в случае поступка. Да, но она получается, что и в поступках наших, поскольку мы конформисты, да, как-то... Нет, а это не поступки. Не-не-не-не-не-не-не-не. Поступок – это когда я поступаю свободно, а не просто конформен по отношению к себе. А как определить в каждом отдельном случае? Я поступаю свободно или я следую некой необходимости? Ну, так и определять. Ты задаёшь себе этот вопрос. Ты почему сейчас подал милостыню? Автоматически. Потому что мелочь была в кармане, потому что не можешь видеть… А ты думаешь, мотивы человеческого не можешь легко на самом деле следовать? Ну, ты сам себя можешь спросить? Ты можешь дать ответ? Я, например, никогда не могу знать точно всех своих мотивов. Я могу дать ответы из десяти ответов. Может быть, так, а, может быть, вот… Ну, поздравляю, значит, ты никогда не свободен? Нет, ну то есть я свободен, когда я себя обманываю? Нет, для меня нет. А как узнать точно свою мотив? Это не такая вещь, которая легко получается… Ну если ты не можешь узнать свой мотив, то значит, ты никогда не поступаешь свободно. То есть свобода ещё и связанна со знанием. Конечно. Но это странно на самом деле. То, что мы свободны, наверное, должны быть либо просто свободны, знаем мы об этом или нет. Всегда связано только с тем, что я знаю, что я свободен, это немного странно. А почему? Человек свободен, независимо от того, знает он об этом или нет. Или все-таки он свободен только тогда, когда он об этом знает. Только когда знает. Свобода – это осознанная необходимость. То есть, от сознания идет, да, кстати, даже если так поворачивать. Определение. Вот это же по определению, так я понимаю. Ну, а вот ситуация вот этого Боэдана Васлава, он-то свободен, независимо от того, осознает или не осознает. Ну, это живота, он уже говорил о осознании. Никогда не свободен. Ну, не знаю, условно говоря. Представьте себе человека на него. Да. Просто свободу выбора между двумя кучками, так сказать. Да, потому что она не опомна. Осознаю это я как свой выбор, так сказать. Или задумываюсь я над своими мотивами в этот момент или не задумываюсь. Какая разница? Ну, большая разница. Если ты не знаешь мотивов своего выбора, то ты не можешь ответить на вопрос, свободен твой выбор или нет. Значит, у тебя нет шансов понять, твой выбор являлся поступком. То есть, каким-то нравственным действием. Понимаете? Поступок, вот это, была ты зря этого не говоришь, да? Поступок – это не всякое действие человека. Это понятно. Ясно. Ну да. Вот и все. Поступок отличается от действия тем, как бы, критерием, что он осознан. Он совершается согласно какому-то мотиву. Только тогда это поступок. И тогда он может быть либо нравственным, либо ненравственным. Моральным или аморальным. Все равно ситуация между простого выбора, да? Как у вас были данным основным. Да. Я всегда свободен. Я-то могу что-то… Это не свобода. Это не та свобода, о которой речь идет в этике. Ну, в общем, да, конечно. Вот и все. Вот ты сам отвечаешь на свой вопрос. Я, когда выбираю между двумя блюдами в кафе или там между двумя женщинами, кто из них будет моей женой, да, я не совершаю нравственного поступка. Если я просто выбираю, что вот там две руки, две ноги… Нет, просто есть субстанция свободы, а потом эта субстанция применяется к различным случаям. Среди прочих есть нравственная свобода, а есть там прочая свобода. Мы же там, например, создаем технические усовершенствования какие-то, да? Мы проще что-то делаем, много совершаем поступков свободных. Хотя они не относятся к нравственности. Потому что к нравственности относятся к свободные поступки, которые… Ну, это… Ну, может вот так сказать. Есть у суцума какие-то нравы текущие. И конформность в рамках этих нравов нельзя называть ненравственными, небезнравственными. Это, ну, будем называть конформное поведение. Вот. Нарушение этого поведения может быть двояко. Может быть, ну, условно назовем в плюс и в минус. То есть, какой-то свободный поступок за рамками нравов. Но в одном случае социум их признает, одобряет и обогащает свою систему нравов. И это можно назвать нравственным поступком. А другого рода отрицательное нарушение, когда социум отвергает этот свободный поступок, который вышел за пределы нравов. Такое вот достоин осуждения и будет признан безнравственным. И вот тут как раз свобода. Выход за рамки вот этих конформных правил. Вот как с Христом, например, и так далее. Вот. И тысячи других тоже выходов за эти рамки. Но они признаны в итоге безнравственными. И так и записано в правилах, что вот это безнравственно. А вот он поступил, так сказать, нравственным. И далее уже, когда расширились правила, вот эти нравы обогатились новым неким правилом, скажем, подавать нищим там или убивать всех евреев, цыган там где-то еще. Вот это признали, все записали в реестр. И оно уже дали просто конформное поведение. Не нравственное, не безнравственное, а вот такое обыденное. Нет, то есть если мое поведение случайным образом совпадает с поведением других людей, то оно уже не является нравственным, что ли? То есть только тогда, когда я убиваюсь из общего поведения, тогда оно нравственное. Так нет. То есть только логика протеста. Я тогда свободен, когда я протестую. Если я согласен, я комфортен. Так свобода только и проявиться может при нарушении. Когда ты действуешь по рельсам, какая свобода? Все детерминировано как святого. Спросите, что это странно. Почему? То есть моя свобода всегда должна быть протестом? Не протестом, а поиском там. Тогда огонь только постоянно разрушает. Кто-то будет создавать, а другие будут приходить, а вот вы знаете, мы свободу не отрицаем. Не, ну разрушать старое, строить новое, это не есть разрушение. Но они будут строить новое, придут и другие, и разрушат то, что они построили. Потому что здесь свобода бесконечно отрицально. Так вот тут вопрос, одобрение или отвержение? Не, ну Гегель это как раз в том-то состоит суть. А может ли быть свобода как субстанция? Как позитивная, не как негативная, а как позитивная? Ну вот извини, такой грубый механистический пример. Вот социум, они вот живут в землянках, в пещерах. И вот это все нормально все. Нашелся какой-то раз, взял, построил там какую-то хибару, шалаш там, еще что-то. А, ну вот проявил свободу, отклонился. Он нарушил нравы, а принято вот жить в землянках, в пещерах. Он взял вот на отшибе. Ну ходили там сначала, судили, рядили там пятьсот лет. Потом присмотрелись, вот здорово, да, вот давай. И начали это. Потом смотрит, соломенная крыша там гниет. Кто-то вот черепицу придумал. И так вот, вот идет это, так сказать. Это было в хорошем направлении, а в плохом направлении. А в плохом оно отметается. Как отметается, не отметается? Ну что ж там? Вот есть собственность, да. Пришли другие и сказали, собственность это плохо. Давайте как бы от нее откажемся. А чтобы отказаться от нее, ну уничтожим там пару миллионов человек. Это же не важно. Главное, чтобы от собственности отказаться. И так далее. А теперь опять вернуться в собственность. Сейчас опять придут другие и скажут, а ведь это были правы, давайте еще там несколько миллионов. Так вот ты прав, Булат. Вот правильно взялись. Я говорю, сначала судят, рядят, смотрят, не знают. Поскольку был совершен поступок, который выходил за рамки нравов устоявшихся там тысячелетиями. Посмотрели, 70 лет эксперимент провели туда-сюда. Ага. И вот теперь осуждают уже 20 лет. Вот это признано безнравственным. Ленин, Сталин, преступники там и так далее, и так далее. Вот таким путем идет разграничение. Нравственно или безнравственно. Все-таки абсолютное измерение есть или нет? Ну, очевидно есть, поскольку нечто выживает, а нечто отмирает. Не, ну я же говорю, иногда в хорошем направлении отмирает и выживает. Ну, можно даже… Ну, можно даже… Как бы в плохом. Вам почему-то не нравится фашизм? Это как бы плохое направление развития. Хотя он постоянно воспроизводится, этот фашизм. Можно убрать эмоциональную струнку и просто перейти в плоскость технических новаций. Вот, как я предложил, скажем там, в строительстве и так далее. Кто-то на глине, на песке там строил. Это все отметается. Это тоже записывается в реестры, что так поступать нельзя. Это плохо. Вот строительные нормы и правила пишут. Нельзя строить вот там, на болоте или еще. Если на болоте, надо сваи делать. И вот нравственно все то, что улучшает вот качество жизни и, соответственно, повышается нравы вот эти. Сейсмостойкость дошли, там еще что-то, комфорт и так далее. И любая новация, которая идет, как говорится, в плюс и признается как более эффективная, более служащая запросам этого социума, это признается нравственным? Ну, опять-таки, это признается нравственным в смысле нравом. Нравы именно так развиваются, вот как вы описываете. Точно так же, как развиваются технологии, промышленности и все такое прочее. Ну, вот нужна свобода, выхода за устоявшиеся конформные правила, свобода. А что там будет в плюс или минус? Происходит оценка и дальше идет какое-то развитие. Ну, вот вопрос только в том, что позволяет оценку. Мы понимаем, да, что, поскольку комфортность, как таковая, не может быть критерием моральности, не может быть. Нет, она может быть критерием локальной моральности. Совершенно верно. А нас-то интересует то, за счет чего происходит оценивание. Вот кто-то поступил неконформно, да, а потом происходит оценивание. Вот это вот все-таки следует впитать, так сказать, в общую или не следует? Вот критерий, на каком основании это происходит? Мгновенно это не оценить, только исторически. Я понимаю. Вот как фашизм, коммунизм, людоедство и прочие вещи. Ну, получается, что мы уклоняемся. Мы можем историческую перспективу увидеть, как ему действовать. Вот ему он живет в Пашистской Германии. Как сердце? А как… Я же говорю, сердце – это произволенный выбор. Как изобретатель… Как изобретатель… Известничьих соображений не всегда принимать в сторону самого тебя. Как тебе выгодно? Вот у него наука. Он изучил вот это вот. Как он изобретает. Вот он взял там, изобрел, так сказать, атомную энергию, да, вот открыли что-то новое. Свобода некая. Не было этого. Вот предложили, вот берем там, значит, Уран-235, там, то-то, то-то, и вот предлагают. А нравственно это или безнравственно – это исторически только будет оценивано. Кстати, еще можно, Андрей, я на это замечание маленькое. Вообще, мне, в общем, это кажется, что такая мысль, что вообще отдельный поступок, он не может быть ни свободным, ни несвободным. Потому что у него всегда есть элемент случайности в выборе того или иного действия. А случайности нет ни свободы, ни несвободы. Свободным может быть только какая-то цепочка поступков, длительная цепочка поступков, то-есть некая, ну, жизнь, условно говоря. Вот. То-есть, ты себе ставишь цель какую-то и идешь к ней достаточно длительным путем. Твой свободный выбор. А, то-есть, только движение к цели. Слово «поступок» не называется никогда, это отдельно. В поступке называется осуществление некой цели. Ну, да, если поступком под поступком принимать некое движение, то-есть. Осуществление цели – это и есть поступок. Нет, ситуация имеет в виду другое, что как бы это обязательно та цель, которая не может исчерпаться одним поступком. Одним действием. Одним актом. Может так случиться, что и одним актом может случиться. Это все зависит просто от ситуации. Ну, тогда это не будет свободным. Ну, почему? Ну, это да или нет. Ну, допустим, какой-нибудь христианина поймали и говорят ему, либо ты бросишь, как бы, сейчас горсть зерна на идола, как бы, либо мы тебя убьем. Ну, он же, как бы, одним актом, как бы, согласившись, осуществляет некого рода свободу. Ну, опять-таки, это выбор. То есть, ну, тут, с точки зрения, ну, как бы, тут сложно. Ладно, как бы, еще тут смотрите, ребята, как бы, есть действительно свобода нравственная, свобода без нравственной, это и свобода, не касающаяся нравственности. Вот, когда мы говорим о технических новшествах, это просто, мы в этом осуществляем, конечно, свобода человеческую, но она не касается именно нравственности. Нравственность возникает, когда мы определяем свою свободу по отношению к другому человеку. То есть, всегда нравственность возникает не как какая-то там, как вы хотели сказать, какой-то отказ там, или какой-то протест, а как именно взаимодействие с другим человеком. Вот, если я с другим человеком взаимодействую и самоопределяюсь по отношению к нему, да, исходя из своего понимания, как это должно быть, вот тогда этот поступок и приобретает измерение нравственности. А если я самоопределяюсь по отношению к предметам, или занимаюсь наукой, какие-то новшества, то как тут оценивать нравственность? И какая здесь может быть нравственность? По последствиям своих деятельностей. Ну, может быть, по последствиям, которые действительно невозможно оценить. Тут была аналогия просто, я не милую душу в технике, однозначно всегда нравственность присутствует. Просто аналогию, модель такую. Просто Гегель, если правильно продолжать, да, как бы если считать, что всё-таки история не закончилась там, да, и высшим формам государства является непрусское государство, как бы там, в котором он жил, да. Если всё-таки считать, что как бы движение дальше движется, да, и дальше развивается, то ведь, на самом деле, то, что нравственным является жизнь в соответствии с нравственной жизнью народа, это ведь, наверное, правильная форма формулирования. Потому что ведь отдельный индивид, на самом деле, во-первых, он это плоть от плоти и от этого духа, да, который, духа народа, да, он живёт в этом народе, он его воспитан, как бы он, на самом деле, является его представителем, фактически. А во-вторых, на самом деле, всегда отдельный индивид, как бы, ну, что он может сделать, да, если он живёт уже в каком-то обществе, как он может состояться, как эффективный деятель. Только в том случае, если он соглашается с ней по правилам игры, да, это общество, и живёт, соответственно, с ними. Ну, тут можно говорить, что человек может жить нравственно, от слова «нраво», но оставаясь при том, скажем, аморальным, скажем, в обществе людоедов, он нравственен, он так живёт. Ну, вы каждый раз хотите сюда пробросить какое-то абсолютное измерение. Я бы хотел как раз в относительности остаться. У нас нет абсолютного измерения, мы не можем понять, на самом деле, вот так вот, в абсолютных, что является нравственным. Возможно, людоед, на самом деле, живущий в людоедском обществе, он нравственен, потому что у них нравы такие. Мы полностью согласились, я думаю, мало кто спорил, что вершиной нравственного бытия является не... Не, заметьте, вершиной, опять же, вершиной, это уже оценка. Нравственной формой жизни фаршивской Германии, наверное, является жизнью, в соответствии с тем, какие установились... Явно более нравственная штука, чем русское государство. Не, ну, наверное, Германия, все-таки, была не фашистская, а нацистская. Наверное, это несколько разные понятия. Зачем следовать? Ну, неважно. Ну, как, неважно, это такое... Там, ну, хотелось бы такое разочинять. Ещё раз, я бы согласился с тем... Это принципиальный идеологический вопрос. Я бы согласился с тем, на самом деле, что отдельный индивид... Я бы согласился с тем, что отдельный индивид может поставить себе обществу и иметь какую-то более усыпную нравственность, чем общество. Но, на самом деле, как показывает практика и эти опыты, такие индивиды, такие редкости, что уповать на них, это просто как бы оторваться от реальности. Если как бы быть реалистом, как бы мы понимаем, на самом деле, что все мы комфортны. А раз так, на самом деле, то, может быть, как бы быть реалистами и осуществляя нравственность, просто жить в некоторой установившейся нравственности народной, которая уже существует и которая уже работает. Вот, например, вот можно вспомнить 90-е годы, когда у нас развалилось государство. Да, и казалось, что вот сейчас люди перестанут соблюдать законы, начнут друг друга резать и поедать. Несмотря на то, что государство не работало, да, несмотря на то, что как бы действительно какая-то расслабленность была, да, и вроде бы какой-то минимальный там производство существовало на улице, но ведь нравственность никуда не делась. Люди как жили-таки жили, почти ничего не изменилось. Ну, я говорю, на поверхности рябь какая-то была, в виде каких-то там рикетиров и прочих там, да, там. Что-то такое, конечно, было, но она, на самом деле, незаметна была. По сравнению с тем, что несмотря на то, что государство не работало, да, и вот аппарат насилия никак не применялся, люди как-то все равно свою нравственность сохранили. Значит, какая-то внутренняя структура вот жизни народа, да, она не зависит от того, какая вот внешняя жизнь ее окружает. И, может быть, фашизм, на самом деле, это ведь не была внутренняя жизнь у народа германского. Возможно, это был только государственный антураж, который, как бы, может быть, не коснулся сердцевины самого народа. А народ как существовал и как он нравственность себя вел, так и продолжал. Ну, возможно, но это, да, это не гегельская точка зрения. Нет, это именно гегельская точка зрения. Гегель, да, это не гегельская, в том смысле, что Гегель считал, что у государства есть высшее, как бы, проявление вот этой нравственной жизни народа, да, и ее осуществление. Это он действительно так считал. Но если вот отказаться от этого, если считать, что все-таки государство это некоторого рода надстройка, да, над жизнью общества, а жизнь общества может жить и без государства, как показывают тут наши вот эти лихие времена. Сколько угодно, да. Да, и, как бы, вот, может быть, надо именно вот этой жизни народа это подчиняться. Вот можно ли сказать, что, допустим, православие, да, в нашем обществе является такой жизнью народа внутренней? Наверное, уже сказать нельзя. Продолжение следует...